здравствуйте дорогие наши слушатели уважаемые читатели спасибо вам за новую встречу 8 июля наша страна россия отмечает красивый праздник день семьи любви и верности семья это дом семья это мир где должны царить любовь и преданность это радость и печали которые одни на всех это привычки и традиции это дети внуки правнуки объединенные родством это маленькая ячейка общества символично что праздник семьи любви и верности впервые отмечали в 2008 году который был объявлен годом семье идея праздника возникла у жителей мурома где покоятся мощи святых супругов петра и февронии покровителей христианского брака чья память совершается именно 8 июля великой россии есть праздник красивый название дали ему день влюбленных восьмого июля по новому стилю любви настоящий сей день посвященный и вот уже 12 лет у нас есть свой день влюбленных взамен иностранному дню святого валентина а я познакомлю вас с легендой о петре и февронии которые являются покровителями этого праздника жили супруги согласно легенде очень давно в 13 веке история их любви осталась в местных преданиях и повести о петре и февронии написаны шестнадцатом веке священнослужителем ермолаем талантливым литератором хорошо известным в эпоху ивана грозного он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости и любви благоверный князь петр второй сын муромского князя юрия потомка ярослава решил жениться на простой девушке февронии она была дочерью простого бортника древолаза собирающего мед диких пчел и жила в рязанской области но девушка была необычной она приручала диких животных лечила людей обладала даром ясновидения а как же познакомились эти люди совершенно разных социальных сословий согласно повести петр сражался со змеем который прилетел к жене его отсутствующего брата и искушал ее прикидываясь мужем после поединка князь петр весь покрылся струбьями отбрызнувший отбрызнувший на него змеиной крови появились на теле язвы и охватила тяжкая болезнь и пытался он у многих лекарей найти исцеление но ни один не смог ему помочь прослышал он что в земле рязанской есть лекарь исцеляющие эту болезнь и поехал туда так он попал февронии она велела истопить баню дала плошку жидкостью и сказала чтобы этим снадобьем он смазал сестру пья кроме одного за исцеление взяла обещание обещание что петр женится на ней князь исцелился но обещание не сдержал подарил дорогие подарки и уехал через некоторое время опять покрылся коростой ведь одна болячка на теле осталось теперь уже он поехал к девушке в полном раскаянии и желании взять ее жены феврония вылечила его они венчались уехали в муром и жили в любви и согласии много лет всегда были милостивыми к людям справедливыми и короткими но не все в их жизни шло гладко бояре не взлюбили молодую княгиню простолюдинку и предложили петру хочешь оставаться в муром и самодержцем бери в жены другую из нашего круга а феврония пусть отсюда убирается но он выбрал жену и ушел вместе с ней только их корабль отплыл от мурома в городе началась смута каждый из бояр хотел стать правителем начались беспорядки и убийства догнали бояре благочестивую семью и опять умоляли петра княжить попросил прощение за нанесенную обиду супруги не таили зла вернулись и долго и счастливо правили муромом прожили достойную счастливую жизнь а когда постарели захотели вдали от мирской суеты в молитвах подготовиться к переходу в вечность разойдясь по муромским обителям приняли монашеский постриг не имея возможности увидеться друг с другом и поговорить они посылали друг другу нежные письма согласно повести умерли они в один день 8 июля 1228 года сами подготовили себе один гроб но согласно канонов их положили в разные и как были все удивлены увидев утром их в одном каменном гробу больше их разлучать не стали сегодня их мощи покоятся в раке в женском святотроицком монастыре и приезжают со всех сторон со всех концов люди попросить семейного счастья благополучия перед иконы петра и февронии и конечно же любви ведь как сказал классик все начинается с любви а мы продолжим эти слова любите в тридцать пять и в двадцать любите в шестьдесят и сорок любите чтоб не надышаться пусть век любви ваш будет долг любите жадно безнадежно до слез до боли в подреберье любите если невозможно если гложет недоверие несчастлив кто любви не знает и без нее судьбу и тоже любовь последний не бывает любовь последний быть не может еще у дня семьи любви и верности есть замечательный девиз любить и беречь вот и желаю вам любить и беречь своих родных и близких ведь семья это труд друг о друге забота семья это много домашней работы семья это важно семья это сложно но счастлива жить одному невозможно всегда будьте вместе любовь берегите обиды и ссоры подальше гоните хотим чтоб про вас говорили друзья какая хорошая ваша семья и тут года и в любом возрасте надо ценить свою половинку которая идет с вами по жизни рядом деля радость и горе и пусть ваш совместный путь будет освещен светом благодатной любви великих святых петра и февронии а еще дарите друг другу цветы может быть такие нежные и красивые как эти ромашки которые являются символом праздника семьи любви и верности до свидания всего вам доброго